Победа! Надо увеличить хаос. Выпускайте еще мутантов, и эльфы пусть вступят в бой! Господин, протестую. Как представитель дворянства... Хватит. Раздайте еду и скажите, что благочестивые люди укроются в замке Ордена Пылающей Розы. Адельберт, благодарю за службу. Убедите! Новая эра грядет. Эра сверхлюдей. Меня не остановят. Ты теперь мой новый адъютант. Знаешь, что делать? Убить ведьмака! Иди! Исторический момент. Приятно видеть тебя в живых, но меня ждут другие дела. Более важный, чем союз Тимерии и Редании? Не драматизируй. Скажи просто, что происходит? Призик, Фреди? Мне казалось, Орден у нас в немилости. Эти рыцари на нашей стороне. Если великий магистр нарушил свою клятву, это не значит, что все рыцари вдруг потеряли рассудок и совесть. Очередная хорошая новость для Фольтеста. Переговоры с Родавидом проходят благополучно. У нас будет сильный союзник. У нас? Пока я в Изиме, я патриот Тимерии. Мы должны поговорить с королем, пока он преждевременно не осудил весь орден. Добро пожаловать, ведьмак. Король, нам нужно обсудить несколько вещей. Конечно. Хватит колебаться, парень. Нам нужно потушить пожар в этом борделе. Ты получишь руку принцессы, и если жизнь меня хоть чему-нибудь научила пол-королевства, как только я отброшу копыта. Альдерсберга убьет ведьмак. Что? Расслабься, мы тебе заплатим сколько захочешь. Я ведьмак, а не убей... Ладно. Десять тысяч. А ты не хватил малость лишьку? Да ладно, Фольтест, королевство стоит много больше. Парень прав. А черт с ним. Все равно домой увезешь только восемь тысяч. Сам знаешь. Налог на прибыль. Договорились. Значит, мы все решили. Радавит, твои войска должны подавить орден в Редании и на севере моих земель. Моя армия выступит с миссией братской помощи. Мне нахрен не нужна никакая братская помощь. Эти слова вызывают плохие ассоциации. Ты должен раздавить рыцарей и отступить. Расслабься, Фольтест. Моим детям предстоит править этой страной. Я не собираюсь ее уничтожать. Хм. Простите, Ваше Величество, но... Минуту, ведьмак. Я слушаю. Давай поговорим о политической ситуации. И только попробуй опять болтать про нейтралитет. Судя по твоей компании, ты по уши увяз в этом дерьме. Желание короля для меня закон. Для обычного быдла на улицах орден схватился с моими войсками. Но не думай. Это противостояние между мной и магистром. Этот наглый фанатик... Направлял все действия Саламандры, намеренно спровоцировал бунт. Ты о чем? Я думал, что вам будет интересно это знать, государь. Да уж, черт его дери, очень интересно. Тем более, это он враг. Понял? Понял. Не орден враг королевства. Только его магистр. Это не обязательно. Верный королю орден под управлением кого-то разумного будет другом. Слышал меня, Зигфрид? Слышал и понял. Я сделаю все, чтобы спасти орден, сир. Я знал, что тебе можно доверять. После официальной инвеституры приглашаю тебя ко мне в замок. Нам надо будет многое обсудить, великий магистр. Делите шкуру неубитого медведя. Яков из Альдерсберга еще жив и здравствует. Государь, еще одно дело. Да. Как себя чувствует Адда? Все лучше, чем когда была Стрыгой. Она будет не в себе еще некоторое время. Ведьмак, как мне тебя отблагодарить? Я рад, что Адда жива и здорова. Вы можете позаботиться о том, чтобы и друзья Ведьмака пребывали в здравии, Ваше Величество. Да. Это я тебе могу пообещать, Ведьмак. Я хочу знать, кто за этим стоял. Девет проклял принцессу. Как так? По приказу Саламандр. Поддонок. Если бы я мог его придушить. Те, кто отдали приказ, думали, что ваши позиции пошатнутся, если Принцесса превратится в Стрыгу. Девет был наказан по справедливости. Рад это слышать. А теперь иди. Пробиваться через горящую Уизию ему будет нелегко. Люди считают Ведьмаков истребителями чудовищ. И это правильно. Наибольшее удовлетворение приносит нам снятие проклятия. Меч это последнее средство. Пока оставался шанс спасения Принцессы, я должен был попробовать. Стоило. И молвил отважный Фольтест. О, благородный Родовид. Что ты плетешь, Лютик? Я точно и скрупулезно записываю все, что происходит, для потомков. Он сказал, хватит дурака валять, парень, пора уже тушить пожар в этом борделе. У тебя напрочь отсутствует поэтический дар. Ты никогда не изменишься. Перо сильнее меча. Ты тоже не меняешься, опять бежишь спасать мир, хотя никто тебя об этом не просил. Мне нужно закончить одно дело. Ясно. Удачи! Повсюду идут бои. Боюсь, нам придется познакомиться с войсками великого магистра скорее, чем хотелось бы. Не знаю, смогу ли я поднять руку на рыцаря ордена. Думаю, у тебя не будет выбора. Они хотят убить этих людей. теплеси. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ! Сволочи! Геральт, я знал его. Еще месяц назад он был человеком и ниже меня ростом. Но зато ты лучше владеешь мечом. Сдается мне, мы еще не раз столкнемся с этими чудовищами на улицах Вазимы. Это проект старших братьев. Меня к нему не подпускали. Какое оскорбление человеческой природы. Входите, тут безопасно. Конечно. Приветствую. Не только вас сюда война пригнала. Нам нужно спешить в монастырь. Веруете в вечный огонь? Что ж, это ваш выбор. Но нет смысла возвращаться на улицу. Погибнете. А другой путь есть. Попробуйте дверь в подвале. Куда она ведет? В другие подвалы. В конце концов, к выходу. Но я не могу гарантировать вашу безопасность. Мы рискнем. Ключ здесь. Белки и Орден. Суши не бывает. Не дают нам жить на болоте. Вы между молотом и наковальней. Снился мне сон, Беловолосый. Твое предназначение будет исполнено. Я здесь, чтобы сказать тебе. Не спутай звезды с их отражением в поверхности пруда. Я это запомню. Ты здесь? С важным поручением для короля. Благородно. Я тоже хотел предложить Фольтосту свои услуги в качестве советника в это смутное время. Увы, мне не удалось пройти через горящую вызиму. Я должен добраться до монастыря. Я многое узнал об одном феномене, который должен тебя заинтересовать. Дикая охота. Расскажи мне. В народных верованиях предводитель дикой охоты воплощает смерть. Это он забирает человеческие души. Он считается инструментом предназначения. Предназначение? Дикая охота. Символ войны и трагедии. И недавно ее видели неподалеку от Вызимы. Остерегайся. А мне пора. Прощай. Приветствую тебя. Процветаешь, краснолет? Война может быть выгодой. Только налоги зверские король собирает, чтобы их чума взяла. Тогда почему ты сидишь здесь? Почему? Разве ты не видишь? Рыцари, солдаты, искоят Аэли, бегают по улицам и режут всех, кто им попадется. И все они считают меня предателем. Представь себе. Понятно. А головы у них забиты пророчествами, предназначениями, странными знамениями и прочей чушью. Не с кем поговорить. Извини, но мне пора. Прощай. Приветствую, ведьмак. Приветствую. Я боюсь. Настал час презрения, как и было предсказано. О чем это вы? Слышали пророчество Этлины? Я о нем слышал, но не помню детали. Война с Нильфгаардом доказала его истинность. Ведь Этлина предсказывала, что кровь Айн-Сиитхи, эльфов, пропитает землю. Люди решили, что настал век меча и топора. Век волчьей пурги. А дальше знаете? Не совсем. Тогда слушайте. Грядет час белого хлада и белого света. Час безумия и презрения. Тет-Дариат. Час конца. Мир умрет на морозе. Хватит пессимизма. Знаете, о чем я думаю? Мне кажется, что все еще только начинается. Все впереди. Это зависит от нас. Прощайте, белый волк. Да защитит вас, великая Милители. Мне плевать на пророчества. Я беспокоюсь только о жизни людей. Я знаю, что вы беспокоитесь о людях. Я видела Кармен. Она счастлива с капитаном стражи. Вы знаете, что они поженились? Рад слышать. И все благодаря вам, ведьмак. Я слышала, вы расколдовали Винсента. Бедная девочка заслужила счастье. Бедная девочка? Кармен пришлось пройти многое. Она жила в предместьях. Ее отец был жрецом вечного огня. Дьявольский святоша. Она забеременела, и он ее вышвырнул. Она приехала в Изиму без гроша в кармане. Вы знаете, чем это кончилось. Я не знал ее историю. Это проливает свет на многие вещи. Мы должны спешить. Ты прав. Это место странно на меня действует. Посмеемся над смертью этой сгнившей шлюхой. Война идет тебе на пользу, Витала. Мне больше не приходится прятаться на кладбище. Тут безопаснее. Я выхожу по ночам, ищу еду на улицах. Грех жаловаться. А жильцы этого дома не возражают? Они меня боятся. Только соплячка приходит и болтает без конца. А мне пора. Прощай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok «Посмотри мне в глаза! Ты видишь свою смерть!» «Я вижу слепого фанатика, который вот-вот погибнет». «Молчи, предатель! Ты убивал слишком часто! Настал час возмездия!» «Ейвин, ты своими дурацкими лозунгами можешь промывать мозги молодым эльфам. На меня это не производит впечатления. На тех безоружных, которых ты убил, тоже не произвело, не правда ли?» «Я ошибся в тебе. Не надо было с тобой разговаривать. Ты бешеная собака. Слепо кусаешь все, что движется. Кто-то должен покончить с тобой». Ты сдохни! Какой бой! Есть безопасный путь в монастырь. В канализации опасно. Возьмите мой ключ. Спасибо. Вы ригер.